Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос достаточно непростой, я бы даже сказал тяжелый, потому что здесь мы столкнулись с определенным конфликтом. Парень, с которым встречались, оскорбил меня и назвал меня страшной при последней встрече. Свидания были неодноразовые, при этом он посвятил мне красивую работу с участким ребенком, и все продумывали ее. Он кричал и оскорблял меня на весь двор, где я живу. Я ему прямо сказала, что не люблю его больше, мне просто нужна была его помощь. А после этого я сама пошла на примирение, так как с тем человеком, с которым я хотела, ничего не вышло. Я позвонила первый, так как любила его долго. Он сказал, что меня не знает, есть еще другие женщины у него, он был виноват передо мной. Просто я не понимаю, за что он так со мной, я очень долго старалась для него и вкладывалась в одни народа. Перед этим я поехала к другому мужчине, тогда произошел не очень приятный инцидент. Я рассказал ему, что мне напали вечером в другом городе и его люди избили. Но все равно я этому человеку много отдал и не хотел бы с ним расставаться. Потом я приходил из себя и меня взяли с уже год. Я хочу восстановить отношения, другого пока нет, а ребенка хочется. Он очень обеспеченный человек и деньгами помогал, но не хочу, чтобы меня унижали, вытирали об меня ноги. Считаю, что я не заслужил такого отношения. Потом он не извинялся и пропал, не интересовался, как у меня дела, я устал за ним бегать и прогибаться. Я считаю себя симпатичной девушкой и не заслужил такого отношения. Повторяю, как мне дальше поступать и что делать? На разговор он не идет, а у меня уже возраст и хочется детей. Я всю молодость ему отдала. Ну, собственно, как вам поступать и что делать, чтобы что? Психологи не дают совету. Давайте мы с вами пойдем по порядку. Парень, с которым встречались, оскорбил меня, назвал страшно и при последней встрече. Оскорбление, безусловно, неприятно. И важно, то, как вы на это отреагировали. Если вы отреагировали на это болью, если вас прям задело и вам стало сильно хуже, это говорит о том, что вы внутренне согласились с этим оскорблением. И необходимо работать с вашей самооценкой. Если же вы считаете, что в принципе это неприемлемо, это другой момент. Здесь очень важно, как вы с этим обратились. Дальше. Подобное оскорбление не бывает на пустом месте. Очевидно, что у вас в отношениях к парням наблюдался конфликт. И конфликт серьезный. Вы пишите, свидания были неодноразовые. Не очень понятно, что вы имеете в виду. То есть понятно, что свидания были неоднократные, но как могут быть свидания одноразовыми, не совсем понятно. При этом он посвятил мне красивую работу с частым ребенком. Мы вместе продумывали ее. Ну, вероятно, что человек хотел соответствовать тому образу, который вы ему нарисовали. Он кричал и оскорблял меня на весь двор, где я живу. Я полагаю, что вас это задело, плюс задело то, что это слышали другие люди. Опять же, вопрос самооценки. Я ему прямо сказал, что не люблю его больше, и мне просто была нужна его помощь. А это правда или нет? После этого сама мама пошла на примирение, так как с тем человеком, с которым хотела, я ничего не вышла. То есть, по сути, для вас этот парень последний шанс. Я бы сказал, что вы и к себе, и к другому человеку относитесь как к ресурсу. Это не очень хорошая позиция. Я позвонила первой, так как любила его долго. Скажите, а вот не кажется ли вам немного странным такая мотивация? То есть, я любила тебя долго, и поэтому я тебе позвонила. То есть, и поэтому я тебе позвонила. Как будто то, что вы его долго любили, означает, что он вам что-то должен. Он сказал, что меня не знает, есть еще другие женщины у него. Ну, правда, неправда, но он не хочет с вами сближаться. Он был виноват передо мной. А вот эта история не очень хорошая, когда вы ищете виноватых. Понимаете, когда вы кого-то виноватите, на это реагируют либо чувства вины и принижаются перед вами, либо, наоборот, отвергают. То есть, это так или иначе неравные отношения. Я бы сказал, что вам необходимо учиться и устраивать зрелые отношения, где никто не виноват. Просто не понимаю, за что он так со мной. А вот это про решение несправедливости. Детская реакция, которая в основе своей находит оправданную. Несправедливость, это про оправдание. Либо себя, либо другого. В данном случае вы оправдываете себя. Я очень долго старался для него и вкладывался в одни ворота. Да, зачем? Это жертва. Когда человек с собой жертвует, он так или иначе потом требует компенсации. Перед этим я поехал к другому мужчине, и там произошел не очень приятный инцидент. Честно говоря, уже немножко запутался, где кто, где кто, какой мышкину. Ощущение, знаете, сейчас это прозвучит грубо, но у меня такое ощущение, что вы хотите приткнуться то к одному, то к другому. Опереться, то на одного, то на другого, как будто сами вы неустойчиво стоите на ногах. Я рассказал ему, что на меня напали вечером в другом городе его люди и сбили. Убийский, но все равно я этому человеку много отдала, не хотела бы с ним расставаться. Это преступление, вам бы в полицию обратиться. А как человек-то отреагировал? Убийский, но все равно я этому человеку много отдала, не хотела бы с ним расставаться. То есть я не хочу с тобой расставаться только потому, что я много тебе отдала. Обратите внимание, здесь ни слова про то, что вы хотите сделать его счастливым. Потом я приходил в себя и мы не общались уже год. Опять же, хронология не ясна. Я хочу возобновить отношения, другого пока нет, а ребёнку хочется. То есть вы хотите возобновить отношения только ради ребёнка сейчас. Но есть другие способы ребёнка завести, не обязательно с мужчиной. Он очень обеспеченный парень и деньгами помогал. А это вы к чему? Но не хочу, чтобы меня унижали, вытирали от меня ноги. Считаю, что я не заслужил такого отношения. Это правда, именно поэтому вам необходимо работать с психологом над вашей самооценкой. Потом он не изменился и пропал. Снова требование изменений. То есть, чтобы вашу самооценку поднял кто-то другой. Но он как поднимет, так и опустит. Не интересовался, как у меня дела. А это про потребность во внимании, которая у вас не удовлетворена. Я устал за ним бегать и прогибаться. Можно ли построить здоровые отношения, если бегать и прогибаться? Очень сильно вы себя обесцениваете. Я считаю себя симпатичной девочкой и не заслужила такого отношения. А смущает то, что вы говорите слово «заслужила». То есть, если вы решаете, что вы не заслужили, а если решаете, что заслужили, да. Как мне дальше поступать и что делать? Идти к психологу и работать над собой. Решать свои проблемы, чтобы устраивать отношения здоровые, удобные вам и соответствующие вашим ценностям. Вы пишите у меня возраст, хочется детей. А что в этом желании, вот хочется детей? Вы имеете ввиду, что вы чувствуете свою готовность передавать опыты быть родителям или здесь что-то другое? Значит, возраст стал очень похожим на комплекс. Я ему все молодость отдала. Здесь как будто бы обида у вас. То есть, понятно, что у вас в принципе много боли и вам нужна помощь в работе с ней. Но отдать кому-то молодость это ваш выбор. Причем здесь человек. То есть, есть ощущение, что у вас как-то вот есть такое внутреннее требование, что вам должны. Из этого ничего хорошего не выйдет. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.